Телеканал КРТ представляет Цветного очередного прихода к власти Пашиняна И в Азербайджане, и в той части Газдепа, которая контактирует с Алиевым, с азербайджанской властью Была некая иллюзия, что раскол между Ереваном и Москвой будет углубляться Ухудшение отношений Армении с Россией имеет свои пределы В отличие от многих других стран, где оно может продолжаться до бесконечности Тут и вот наступил этот тормоз Тормоз в первую очередь заключается в том, что в последние 5 лет 100% вооружений Армения получает из России И разумеется, армянская армия тем самым привязана к российским военным стандартам У Азербайджана тоже интересная ситуация Мало кто, кто не эксперт, правда у нас такие эксперты, что тоже 60% вооружений Азербайджан получает от Израиля Азербайджан играет в несколько там свои более сложные игры Потом следующий этап, когда стало понятно, что в тупик вот этот азербайджанский путь Что есть предел уступок и есть предел ухудшения отношений Армении Они прохладные, но шансов, что они перейдут в какую-то еще худшую стадию нет Потому что в Армении, если нет инстинкта самосохранения у власти Еревана Он есть у армянской политической нации И она его контролирует Которая в своих отношениях со всеми центрами силы И с Россией, и с Ираном, и с Соединенными Штатами И даже с Турцией Сейчас произошла такая стычка И у Алиева, который если чего-то и опасается, то армии Как это зачастую бывает на Востоке Он начал серьезную чистку и перестановку Потому что армия, которая ему рассказывала про свою высокую боеспособность Про то, что там тоже, так сказать, малой кровью, могучим ударом Ту же самую старую песню пела Но на самом деле она, так сказать, фактически в этой стычке потерпела Пусть локальное, но поражение Он сейчас попытается взять под контроль армию Собственно говоря, для многих на Востоке образцом является Эрдоган Который все-таки поставил под контроль армию И вот, видимо, по такому пути пойдет Алиев Все-таки более жестко прихватит эту структуру Которая была более не менее такой вот независимой Что касается, так сказать, Армении Ну, опять же, это все события можно было предсказать Естественно, ни Россия, ни ДКБ Никто не высказался напрямую в поддержку С одной стороны С другой стороны, мы понимаем, что никто и вмешиваться не будет Турция может что угодно заявлять Исходя из своей солидарности Но не такие простые отношения Турции и Азербайджана, например Чтобы вот так вот кто-то кого-то, так сказать, сильно поддерживал Но вот этот момент, о чем говорят турецкие аналитики Что Армения, так сказать, обострила ситуацию Провоцируя конфликт Турции и России Ну, в какой-то степени В какой-то степени это так Потому что в любом случае Россия Армению не сдаст Все стороны конфликта и стоящие за ним Вступили в некоторую ситуацию переформатирования вот этих отношений То есть понятно, что Россия с Турцией должна опять по очередному вопросу договариваться Это у них очень сложное союзничество Очень такое неудобное союзничество Но вынужденное союзничество с двух сторон для решения проблем А Соединенные Штаты сейчас им точно не до Азербайджана Иран, я думаю, тут третий радующийся Тем более Иран скорее за Армению Главный вывод в том, что никакого решения Не только карабахская проблема Но и проблема армяно-азербайджанских отношений не имеет И насколько я понимаю, сейчас появилась еще одна тема Для российско-турецких переговоров Или это все-таки на втором-третьем плане будет? Наряду с Сирией, Ливией? Нет, ну почему же? Я думаю, что это все тоже, так сказать Турция стала очень быстро мощным региональным игроком Турция, если вы посмотрите Ну есть, видимо, свои законы империй Какие-то геополитические законы империй И вы заметите, Турция проявляет активность По всей территории турецкой Бывшей османская Я даже скажу больше Бывшего халифата Потому что и уйгуры И Рохинджа Во всем в Мьянме И Ливия, где якобы есть тоже турки Хотя, ну, этнических считается Там их несколько десятков тысяч Но Эрдоган заявляет Там полутора миллионов ливийских турок Влияние турецких семей Очень серьезное И на Аравийском полуострове Вот эта семья Хашокджи Это турецкая семья Вот журналиста, которого убили Но он не журналист был Он был сторонник и конфидент другого принца Тоже наследник А есть один официант Доверенное лицо Доверенное лицо И действовал в интересах Другого претендента За которым британцы находятся Поэтому турецкий фактор На всей этой территории Включая Тунис, Алжир Это вполне логично Более того, заметьте Как все повторяется А в рамках Османской империи Противовесом туркам и Стамбулу Был Египет Более того Мамилюки даже захватывали Стамбул И даже Причем это все было внутри одной империи И даже войны были Турецко-Египет И вот опять назревает Очередной египетско-турецкий конфликт Потому что Египет Свои претензии На Северную Африку Видит своей зоной влияния Ну да, это в рамках Ливийского конфликта Да Ливийского, но опять же Так сказать, оно активизировало В сламках ливийского конфликта Судан, Южный Судан Где и турецкие интересы И египетские Сходятся Турция участвует везде Спасибо вам за беседу, Дмитрий Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok